Показательные неравенства Показательные неравенства 25 мы представим как 5 во второй степени, а 1 16 представим как 1 4 во второй степени. Посмотрим первое неравенство. Основание 5. Основание 5 больше 1, поэтому знак неравенства у нас не меняется. И записываем х больше 2. Рассмотрим второе неравенство. Основание 1 4. 1 4 больше 0, но меньше 1. Знак неравенства меняется на противоположный. То есть х минус 8 больше 2. Получаем следующее. Первое неравенство переписываем. Второе неравенство минус 8 переносим право. И получаем х больше 10. Отметим на числовой прямой. Х больше 2. У нас строгое неравенство. Точка незакрашенная. Больше 2 мы с вами штрихуем правую часть. Второе неравенство. Х больше 10. Тоже строгое неравенство, поэтому у нас точка незакрашенная. Большие числа находятся справа. Штрихуем правую часть. И мы получаем, что решением системы неравенств будет являться промежуток от 10 до плюс бесконечности. Рассмотрим следующую систему неравенств. 8 больше 1 2 в степени 6 минус х. Второе неравенство. 3 в степени 4х больше 81. Обе части неравенства приводим к одинаковому основанию. В первом неравенстве придем к основанию 2. 8 запишем как 2 в степени 3. А 1 вторую запишем как 2 в степени минус 1. И знак мы поставили перед скобкой 6 минус х. Второе неравенство. 81 мы представили как 3 в четвертой степени. Основание 2 и 3, то есть больше единицы. Поэтому знак неравенства у нас не меняется. Записываем. 3 больше. Перед скобкой стоит знак минус. Мы все знаки в скобках меняем на противоположные. И получаем х минус 6. Второе неравенство. 4х больше 4. Получаем следующее неравенство. х меньше 9, х больше 1. Изобразим данные точки на числовой прямой. Перед нами строгие неравенства, поэтому у нас точки будут не закрашенные. Первая точка 9 мы изобразили на первой числовой прямой. х меньше 9, меньшие числа находятся левее. Поэтому мы с вами заштриховали в левую часть от 9. Следующая точка 1. х больше 1. Большие числа находятся правее. Мы с вами заштриховали правую часть. Ответ, значит, промежуток от 1 до 9. Не включая данные точки. Решим следующую систему неравенств. 7 в степени х минус 5, деленное на 2. Меньше либо равно 7 умножить на корень квадратный из 7. Второе неравенство. 3 вторых в степени 2х минус 3. Меньше 3,3. Перейдем к одинаковому основанию. В первом неравенстве корень из 7 мы представим как 7 в степени 1 вторая. Во втором неравенстве 3,3, то есть вот это смешанное число, мы с вами представим в виде неправильной дроби. То есть целую часть мы умножаем на знаменатель и прибавляем в числитель. Применим свойства степени. При умножении с одинаковыми основаниями степени складываются. Мы получаем 7 в степени 3 вторых. Здесь мы с вами 27 восьмых представим как 3 вторых в третьей степени. Рассмотрим основание. В первом неравенстве у нас получается основание 7. Во втором неравенстве 3 вторых. То есть больше единицы. Поэтому знак неравенства у нас сохраняется. И мы получаем следующее равносильное неравенство. х минус 5 деленное на 2 меньше либо равно 3 вторых. И 2х минус 3 меньше 3. Решаем данную систему неравенств. Мы получаем х минус 5 меньше либо равно 3. Во втором 2х меньше 6. То есть минус 3 мы перенесли вправо. Получаем следующее. х меньше либо равно 8 и х меньше 3. Отметим данные точки на числовой прямой. Рассмотрим первое неравенство. х меньше либо равно 8. Перед нами нестрогое неравенство. Поэтому мы с вами точку 8 закрасили. Меньше значит у нас находится в левой части меньшее число. Поэтому мы с вами штрихуем от 8 в левую часть. Второе неравенство. х меньше 3. Перед нами строгое неравенство. Мы с вами точку не заштриховали. Меньшее число находится левее от точки 3. И мы получаем, что решением данной системы неравенств будет являться промежуток от минус бесконечности до 3. Запишем ответ. х принадлежит промежутку от минус бесконечности до 3. Рассмотрим следующую систему неравенств. 3 пятых в степени х квадрат плюс 5х больше 1. Второе неравенство. 1 третье в степени х квадрат минус 2х минус 2 меньше 27. Приведем к одинаковому основанию. Левую часть мы с вами оставим без изменения, а единицу представим как 3 пятых в степени нулевой. Любое число в нулевой степени – это есть единица. Второе неравенство. Левую часть мы с вами оставляем без изменения. 27 мы с вами представим как 1 третья минус 3 степени. То есть обе части неравенства мы перевели к одинаковому основанию. Рассмотрим первое неравенство. Основание 3 пятых. И второе неравенство. 1 третье основание. То есть основание больше нуля, но меньше единицы. Поэтому знак неравенства у нас меняем на противоположный. И получаем следующую систему неравенств. х квадрат плюс 5х меньше нуля. И следующее. х квадрат минус 2х минус 2 больше минус 3. Получаем следующее. Минус 3 переносим в левую часть, и мы с вами получаем плюс единица. Перед нами равносильное неравенство, которое мы будем решать методом интервалов. В первом случае х квадрат плюс 5х мы с вами х вынесем за скобку. И получаем х умножить на х плюс 5 меньше нуля. Второе неравенство. Это у нас есть в левой части квадратный трехчлен. Это формула сокращенного умножения. То есть х минус единица во второй степени больше нуля. Изобразим данные точки на числовой прямой. В данном случае решаем. Мы с вами получаем х равно нулю и х равно минус 5. И вот мы с вами на числовой прямой отметили точки минус 5 и 0. И мы с вами получили три промежутка. От минус бесконечности до минус 5. От минус 5 до нуля. И от нуля до плюс бесконечности. Определим знаки на данных промежутках. Мы получаем, что от минус 5 до нуля у нас знак минус. От минус бесконечности до минус 5. И от нуля до плюс бесконечности знак плюс. Рассмотрим второе неравенство. Посмотрите, ребята, внимательно. Х минус единица во второй степени больше нуля. Мы знаем, что любое число возводим в квадрат, мы всегда получаем положительное число. А любое положительное число всегда больше нуля. Поэтому мы с вами изобразили числовую прямую, отметили точку единицу, и мы заштриховали всю числовую прямую. И мы с вами видим. Значит, первое у нас идет от минус 5 до нуля. То есть принимает отрицательные значения. Поэтому запишем ответ. Х принадлежит промежутку от минус 5 до нуля, не включая данные точки. Решим следующую систему неравенств. 2 в степени х плюс 2 минус 0,75 умножить на 2 в степени х плюс 2, больше единицы. Второе неравенство. 0,2 в степени х меньше 0,04 в степени х квадрат. В левой части первого неравенства вынесем общий множитель за скобки. 2 в степени х плюс 2. Тогда в скобочках останется 1 минус 0,75 больше единицы. Второе неравенство. 0,4 мы представим как 0,2 в степени во второй. И получаем неравенство 0,2 в степени х меньше 0,2 в степени 2х квадрат. 2 в степени х плюс 2 по свойству степени разложим на множители. 2 в степени х умножить на 2 во второй степени. И умножить на 0,25, больше единицы. Второе неравенство. У нас основание 0,2, то есть больше 0, но меньше единицы. Знак неравенства у нас меняется на противоположный. То есть получаем х больше 2х квадрат. Рассмотрим первое неравенство. 2 во второй степени – это будет 4. 4 умножаем на 0,25, мы получаем единицу. Преобразуем. Левой части получается 2 в степени х. В правой части единицу представим как 2 в степени нулевой. Во втором неравенстве 2х квадрат перенесем влево. И получаем х минус 2х квадрат больше 0. Рассмотрим первое неравенство. Основание у нас 2. Основание 2 больше единицы, поэтому знак неравенства у нас сохраняется. То есть мы с вами записываем х больше 0. Во втором неравенстве общий множитель х вынесем за скобки. В скобках у нас остается 1 минус 2х больше 0. Изобразим на числовой прямой. х больше 0. Значит, больше – это строгое неравенство. Точка у нас не закрашена. Большие числа находятся правее от 0. Штрихуем правую часть. Во втором неравенстве мы получили корни 0 и 1 вторая. Мы с вами отмечаем, эти точки у нас не закрашены. Находим знаки на данных числовых промежутках. От минус бесконечности до 0 и от 1 второй до плюс бесконечности – знак плюс. От 0 до 1 второй – знак минус. Решением нашего неравенства будет являться промежуток от 0 до 1 второй, не включая данные точки. Сегодня на уроке вы узнали определение системы показательных неравенств, а также научились решать системы показательных неравенств. На этом наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok